Не оставили один на один с последствиями. Для наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики действуют специальные меры поддержки. Бизнесменам предлагают частичное возмещение затрат на покупку оборудования, также субсидии и льготные кредиты. Как Люберецкие предприятия выходят из кризиса – в сюжете нашего корреспондента. Эпидемия коронавируса на время приостановила работу некоторых предприятий. Пандемия застала врасплох крупнейших производителей. Компания «Монолит» оказалась в их числе. Но руководство текстильного объединения решило не плыть по течению, а найти новое направление. Мы начали с простых вещей – это марлевые повязки, бязевые повязки, маски медицинские. Получили регистрационные удостоверения, начали разрабатывать разные костюмы, защитные, одноразовые, многоразовые, противочумные. Я думаю, что вот эти трудные месяца – март, апрель, май – мы пережили очень достойно. Около двух миллионов масок и двухсот тысяч костюмов сшили на этом предприятии за последние два месяца. Для создания защитных комбинезонов понадобилось новое оборудование. Оно обошлось компании в два с половиной миллиона рублей. Однако половину потраченных денег вернёт государство. Наши предприятия получили за два месяца по минимальному размеру оплаты труда на сотрудников пострадавших – это по 2 миллиона восемьсот, два месяца – 5 миллионов шестьсот. Это хорошая такая поддержка. Мы получаем льготы по налогу на землю и имуществу для «Текстиль-профи». Некоторые наши малые предприятия попали под льготу с выплатой налогов по заработной плате, страховых выплат. С самого начала эпидемии по сегодняшний день на предприятии строго соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Влажная уборка три раза в день, обработка помещений дезинфицирующими средствами, регулярная смена масок и перчаток. Также в обязательном порядке измерение температуры сотрудников до и после работы. Соблюдение этих правил находится под контролем. Причём не только со стороны надзорных органов, но и самих сотрудников. Каждый день назначается стюард, который следит, чтобы коллеги придерживались требований Роспотребнадзора. Какими-то подозрениями мы не допускаем на рабочее место сотрудников, отправляем домой. Проводим профилактические беседы о том, что нужно вызвать врача, и врач делает заключение. За весь период у нас не выявлено случая с коронавирусом. Регулярно мы тестируем сотрудников. Такой распорядок рабочего дня должен быть во всех организациях, независимо от рода деятельности. С 18 мая более 1400 объектов малого и среднего предпринимательства возобновили свою работу после вынужденного перерыва.